И у нас в студии сегодня, вы не поверите своим глазам, дорогой Владимир Ильич Ленин. Здравствуйте, товарищи! И всем вам хорошего настроения на всю оставшуюся жизнь. Вы к нам, Владимир Ильич, как? Сразу с Мамзолея или заехали сначала в Шушинское? Товарищи, с Шушинским не сложилось. А что так? Да вот недавно в Абакане был. Стою, значит, подъехали мы маршруткой, стоят два автобуса. Один на Красноярск, а другой на Шушинское. Смотрю в билете, Красноярск. Обидно, 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 товарищи. Но ничего, еще поеду в ссылку. А в итоге приехали куда? На юга? Отогреваться? А как же? Вы думаете, это легко вот так всю жизнь? Ну, не легко. Ну, во всяком случае, я думаю, что Владимиру Ильичу здесь будет хорошо надолго к нам. Мы к вам, товарищи, надолго, на три дня, на три дня. Не забудьте про меня. Не забудьте про меня. А давайте песнями будем разговаривать, Советского Союза. Давайте вы тогда первым начинайте. Да, я уже сказал, в вашу очередь. Мы наш новый мир построим. Кто был ничем, то станет всем. Вот, это реально стать всем. И вновь продолжается бой. Могу продолжить только. И сердце тревожное в голове. И Ленин такой молодой. Вы были пионерами? Я была в пионерах. Давайте. Прямо сейчас? Прямо сейчас. А вы готовы? Я всегда готова. Правильно. Товарищи, вы знаете, как в Советском Союзе отдавали честь? Ну, пионеры, да. Ну, вы можете показать, как честь отдавали? Да. Вот локоть. Да, смотрите, смотрите, учитесь. Чего вы ржете там перед своими экранами, товарищи? Все именно так и происходило. Честь отдавали только так. Вот покажем молодежи. Вот. Да. Вот так. Вот так честь отдавали. Не смейся. Я вижу. Ну, между прочим, мы очень серьезно относились к пионерской организации. Мы горячо любили Ленина. Да, у нас у всех. Кстати, вот у вас там, я вижу, значок сохранили. У меня это все дарено. Это с Нижнего Новгорода подарили. Да. А это с Новосибирска. Угу. Вот. Все подарили. Ну, мы так пионеры меня будем принимать с них? Вот скажите, вот только честно, неужели вам не хочется вернуться во времена своего детства, юности, молодости? Я вас увидела, Владимир Ильич, и сразу так трепет в душе, и сразу детство. И хочется, конечно, хочется. Всегда хочется. Да, на минуточку, хоть на одну минуточку. Я, одну минуточку. Да. Я не с пустыми руками пришел. Я думаю, ваши руки все помнят. Вы можете так закрыть глаза и завязать галстук? Я даже могу склятвать пионеров. Правда, кусочек я не думаю, что я помню все. Поправить, если что не так, я буду произносить. Вступая в ряды пионерской организации Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Как учит Коммунистическая партия Советского Союза. Вот там смешно было перед Коммунистической партией Советского Союза. Вы считаете это смешно? Давайте сначала. А вы можете сказать серьезно, Коммунистическая партия Советского Союза? Могу, сейчас я опущусь в детство опять. Коммунистическая партия Советского Союза. Вот. Ручки помнят, как завязать галстук? Ручки помнят. Глаза закройте. Хорошо. Ручки помнят. Три, четыре. Четыре я обычно помню дело. Так, теперь надо помнить. Учитесь. Или так. Или не помню. Или так. Так, подождите. Вот. Нет, нет. Да, подушечка получила. Нет, нет, ничего не получилось. Ничего не получилось. Сейчас, подождите. Дубль два, дубль два. Давайте я вам завяжу. Подождите, дубль два. Я должна вспомнить, Женя. Руки должны это помнить. Так, вот. Вот, подушечка. Да. Вот. Да. Вот. Вот. Может, не такая красивая подушечка? Ну, у Василия. Нет, отлично. Отлично. Так, теперь пилоточку. И пилоточку. Все. Давайте. Вот. Неужели, товарищи, это было плохо? Нет, это было хорошо. Неужели детство миллионов детей. Это было плохо? Все было просто здорово. Все было отлично. Вообще, я бы сказала, детство во все времена замечательно. Я теперь должна произнести что-то. А вы должны мне скомандовать. В борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза. Будь готов. Всегда готов. Вот. Вот так, товарищи, отдавали честь в Советском Союзе. Красивые пионерки вот так отдавали честь. Ну, и красивые пионеры. Все отдавали честь. Все отдавали честь. Родине. Вы знаете, что мне в последнее время не нравится? Как вот слово партия взять, опошлите и сказать пати. Вот это английская пати, это американская пати. Есть много слов красивых. Вечеринка. Есть. Что еще есть? Подскажите. Веселуха такая. Праздник. Шумовуха. Нет, ну... И, ну, подскажите. Нет, ну, что еще было? Нет, я бы сказала, вы так поопытнее меня, потому что вам побольше лет. Можно вспомнить там голубой огонек. Опошлили, тоже опошлили. Ну, опошлили. Да. Товарищи, мы же можем, мы хотим и мы можем реально вернуться в то время, когда мы были молодыми, когда мы были юными, когда мы были детьми. И это стоит просто прийти в клуб «Атлас», потому что дискотека 80-х, 90-х, потому что я перед вами буду как диджей товарищ Ленин. «И победа, товарищи, будет за нами, потому что наше дело правое». Вот так. Я не представляю, да, Ленин и диджей. Ленин и диджей? Вы вообще не представляете? Как вы пришли к этому, Владимир Ильич Ленин? Ну, на самом деле, как пришел. Ну, Ленин всегда как организатор. Организовал, организовал, потом стал вот это, понравилось и остался. Вот так это было. Ну, с другой стороны, наверное, это лучше, чем революция. Нет, товарищи, да давайте посмотрите последние события в мире. Вы что думаете, что я просто вот так диджей, везде, где я побывал, везде. Где происходят эти все революции, это я. Товарищи, а что здесь представлять? Приходите и все увидите, и главное, услышите. Потому что абсолютные хиты в 80-х, 90-х, 2000-х, музыка, от которой хочется плакать, танцевать, вспоминать и стать на столько же лет моложе. Да? Это же здорово. Это здорово, Владимир Ильич. А петь будем? Петь будем. Давайте. Три-четыре. Год выбирайте, что поем? Вам-то видней. Седую ночь? А, ну давайте. Нет, а давайте у Светки Соколовой день рождения. Ей сегодня? Тридцать лет. Тридцать? Да. Тридцать? Тридцать. Я думал, шестнадцать. Ну, ей не Светка Соколова, скажу я вам. Вы знаете, никто не видел Светку Соколова. Вы видели Светку Соколова? Нет. А вы видели Светку Соколова? Никто. У Светки Соколовой день рождения, ей сегодня тридцать лет. И несу подарок поздравления, и красивый розовый букет. Розовые розы. Светки Соколовой. Владимир Ильич, давайте анекдот нашим телезрителям. Анекдот? А давайте вы расскажите стишок. У вас приняли пионеры и стишок. Мы как-то с вами так хорошо сдаемся. Один, я один помню. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Деда Ленин говорил, надо маму слушаться. Вы слышите, что говорил дедушка Ленин? Ничего плохого. Можно последнее вот это? Деда Ленин говорил, нам надо слушаться. Поэтому, детки, если вас мама не пускает в концертный холл «Атлас», значит правильно делает, потому что мама придет сама. Мама хочет вспомнить. И мама вспомнит. Еще раз давайте пригласим, где мы можем окунуться в наше прошлое, и где мы можем увидеть Владимира Ильича Ленина. Вариант первый. Москва, Красная площадь, Мавзолей. Вариант второй. Это далеко, мы же ближе. Эксклюзивно. В Чемкенте два дня. Четвертое, пятое. В концертном холле «Атлас». Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х. Я вам отвечаю. Вы будете петь с музыкой и без. Это точно. Вы будете петь без музыки? Да, конечно. Мы споем без музыки. Я уже с вами спела. Музыка нас связала. Тайною нашей спала. Ветели ночь, гуляли всю ночь. До утра, но это будет четвертого и пято в концертном холле «Атлас». И нужно сказать последнюю фразу вашу вечную, верной. Товарищи, верной дорогой идете. Наше дело правое, и победа будет за нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok